Музыка Коллеги, всем добрый день. Я руковожу направлением аналитики киберугроз в компании Ростелеком Солар. И сегодня хотелось бы с вами поговорить про страхование остаточных рисков именно в контексте понимания данного продукта как финансовый инструмент информационной безопасности. И прежде чем переходить непосредственно к самому страхованию и страхованию остаточных рисков в частности, хотелось бы несколько обрисовать ландшафт киберугроз, который есть на текущие моменты, и несколько обратить ваше внимание на те основные тенденции 2021 года, которые актуальны с определенной поправкой на текущие условия и на сегодняшний день. Я не буду комментировать все эти позиции, потому что, если каждый комментирует детально, это отдельная презентация на самом деле, остановлюсь лишь на нескольких. Безусловно, банки неизменно входят в топ-3 атакуемых организаций. И думаю, для кого не секрет, потому что именно в банках сосредоточено большое количество финансовых ресурсов и для многих злоумышленников, чья основная цель – это монетизация, банки и вообще весь банковский сектор являются лакомым кусочком. И это подтверждает также тот факт, что 14% АПТ-атак, то есть более высококвалифицированных атак, приходится именно на финансовый сектор. Наиболее распространенным способом доставки любого вредоноса, да и вообще проникновения в инфраструктуру любой компании, вне зависимости от того, банк это или любая другая, это является фишинг. То есть почти две трети атака осуществляется с применением фишинга. Давайте уже посмотрим на сам продукт киберстрахования. Думаю, все отлично понимают, что это такое, поэтому определение зачитывать я не буду. Понятное дело, что все это связано, что и страховой продукт именно в IT-инфраструктуре. Но важно то, что страхование, именно киберстрахование позволяет нам повысить значимость информационной безопасности в компании. То есть, соответственно, руководство понимает необходимость вообще построения системы информационной безопасности в компании и старается максимально полно закрыть все те проблемы, которые существуют. И тем самым любая страховка, и в том числе киберстраховка, позволяет так или иначе минимизировать потери в случае наступления инцидента, и благодаря этому быстрее после него восстановиться. И все это, безусловно, так или иначе повышает уровень доверия компании как со стороны партнеров, так и со стороны клиентов. И тем самым растет ее благонадежность. Небольшая теперь у нас ретроспектива. Посмотрим, как вообще развивалось киберстрахование на российском рынке. Первые такие предложения в таком более общем доступе появились в 2017 году. То есть киберстрахование появилось на российском рынке. Появились какие-то предложения, которые уже можно приобрести. Годом позже эта услуга стала доступна не только для юридических, но и для физических лиц. 2020 пандемийный год, когда многие компании были вынуждены уходить в онлайн, полностью менять стратегию и схему ведения бизнеса. Многие сотрудники на удаленной работе. Соответственно, нужно обеспечивать защищенные каналы связи, да и вообще полностью все перекраивать. И одновременно с этим существенно возросло количество киберпреступлений. Думаю, многие, может быть, и сами с этим сталкивались. Тот же фишинг просто зашкаливал количество фишинговых атак. И, безусловно, все это заставило компании задуматься о вопросах инкубационной безопасности, если они этим не занимались ранее. В связи с чем в 2020 году мы увидели пятикратное увеличение спроса на страхование от киберпреступлений. Годом позже данная тенденция сохранилась, потому что тоже все равно сохранилась удаленная работа. Многие вообще решили полностью идти в онлайн, потому что это оказалось удобно и эффективно. И в том числе поэтому в 2021 году также мы можем увидеть, что спрос продолжил расти, составил 60%. И по прогнозу некоторых экспертов, к 2025 году российский рынок страхования может составить 10 миллиардов рублей, что, в принципе, кажется вполне реальной цифрой. И что же вообще происходит сейчас? Какое роль и место, как в школьном сочинении, киберрастрахование на российском рынке? Для того, чтобы это понять, а также выявить основные тенденции, ожидания заказчиков, мы в начале этого года в нашей компании провели опрос, основная цель которого была именно понять, кто пользуется, какие ожидания, какие вообще настроения, то есть общий такой фон вокруг данной услуги. И, естественно, понять, почему не пользуются, готовы ли компании платить за эту услугу. Была довольно-таки большая выборка, это были совершенно разные компании коммерческого, государственного секторов, интерпрайз, корпорации, крупный, малый бизнес из различных регионов, Москва, Питер, города-миллионники, 500 тысяч плюс и так далее. В основном, конечно, 60% это был коммерческий сектор и в подавляющем большинстве довольно-таки крупные компании с распределенной сетью филиалов. И что мы увидели? Да, эта услуга на текущий момент не особо популярна, потому что, как уже мы с вами увидели, продукт довольно-таки новый и на самом деле еще и дорогостоящий. То есть только 11% пользуются данной услугой уже сейчас. Но что порадовало, что все те, кто пользуется, весьма довольны. Как мы видим, 75% считают, что их компания стала привлекательнее благодаря приобретению данной услуги, а уже более третьей компании удалось на себе ощутить благоприятные последствия наличия киберстрахования, которое позволило им после инцидента восстановиться быстрее. Еще на какие цифры здесь хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что именно 10% компании готовы доплачивать за комплексное предложение ИБ плюс страхование, о котором мы с вами поговорим несколько позже. То есть когда компания покупает не только какие-то ИБ-услуги, но аддоном к ним идет еще и страховка. И также есть определенный пул компаний, которые уже успели пожалеть, что на момент наступления киберинцидента у них не было страховки, таких компаний мы увидели 9%. Теперь же давайте посмотрим, кто вообще пользуется и планирует пользоваться. Обратите, пожалуйста, внимание на две диаграммы внизу. Диаграмма слева – это те компании, которые уже на текущий момент пользуются данной услугой. Наверное, сегменты вас не особо удивят, потому что в первую очередь это именно финансовые и айтишные компании, то есть те, кто наиболее близки к цифровизации, не гнушаются, не боятся использовать айти-технологии в своей деятельности. И, соответственно, на их долю совместно приходится практически две трети. Приятно порадовалось, что госсектор и также промышленность, включая нефтегазовую и топливо-энергетическую отрасль, не отстают и также уже приобрели киберстраховку и пользуются данной услугой. Что же касается тех, кто планирует, то если максимум у нас среди тех, кто уже купил киберстраховку, это финансовая компания, то здесь в планах они немножечко отстают, а вот айтишники как раз хотят наверстать упущенное. Ну и также мы видим, что промышленность и госсектор тоже хотят догнать коммерцию, и у них тоже, скажем, у тех, кого мы считаем привычно консервативными, догоняющими отраслами, появляется понимание важности, необходимости решения вопросов информационной безопасности и, соответственно, приобретения вообще услуги киберстрахования. Нас крайне сперва удивило, что данная услуга весьма заинтересована довольно-таки некрупной компанией, то есть компанией SMB. Сперва мы долго не могли понять, а почему так, а потом, пораскинув мозгами, пришли к выводу, что на самом деле этому есть объяснение, потому что маленькие компании, для них даже низкоквалифицированный инцидент, то есть простейшая атака, может привести к фатальным последствиям, вплоть до банкротства. То есть у них просто-напросто не будет достаточно средств, ресурсов, чтобы восстановиться после инцидента. И, соответственно, киберстрахование для них может стать просто спасательным кругом. Тем более, что содержать айтишника хорошего, это тоже весьма дорого, а зачастую весьма даже сопоставимо оплатой страховки с фотом айти-специалиста. Но страховка дает возможность компаниям получить определенную компенсацию в случае наступления инцидента. Более того, небольшие компании не имеют какой-то огромной разъединенной айти-инфраструктуры, в связи с чем они более гибкие, и они готовы менять своего ИБ-провайдера на другого, например, если тот придет к ним как раз-таки с тем самым комплексным предложением, о котором я говорила, ИБ плюс страхование. Также по результатам нашего опроса мы выявили основные причины, по которым компании не прибегли до сих пор к данной услуге. В принципе, наверное, они тоже для большинства из вас понятны, ничего нового под луной, новый продукт, недостаточно доверия к нему, не всегда понятно, зачем он нужен, какая от него польза, не так много готовых решений. Также есть определенные проблемы с финансированием, сложность нормативного регулирования, потому что тоже не всегда понятно, как зафиксировать киберинцидент, когда он начался, доказывать наступление убытков, что именно от этого инцидента они, и так далее. Ну и, конечно же, пресловутая басня Крылова «Лебедь, рак и щука», когда у нас на одной стороне лица, принимающие решения, то есть бизнес-руководители на другой, иБшники, и айтишники, а на третьи страховщики, все говорят на разных языках, не всегда понимают друг друга, и даже в рамках решения одной какой-то проблемы им сложно прийти к единому знаменателю. И для тех компаний, которые еще раздумывают о том, нужна ли им киберстраховка, хочется привести такой красочный пример, пускай и зарубежный, но тем не менее. Не буду долго вдаваться в саму фабулу того, что произошло, но в 2019 году крупную компанию поставщика алюминия и также электроэнергетики «Норск Гидро» пошифровали. Пошифровали так, что было где-то на полтора-два месяца приостановлена работа, приостановлена либо приторможена работа, связанная с продажами, причем на территории нескольких стран. Если посмотреть финансовую отчетность компании, то мы увидим, что в 2019 году убыток составил где-то порядка 70 миллионов евро и на тот момент компания получила компенсацию порядка 30%. В 2020 году убыток уже пересчитали, что-то пересмотрели и уже подведя черту, поняли, что убыток составил более 80 миллионов евро. И по результатам 2020 года страховая выплата составила более 85% от убытка. Это весьма существенный показатель, который, естественно, позволил Норск и Гидро восстановиться гораздо быстрее после цидента, а также минимизировать влияние на клиентов компании, потому что это один из крупнейших поставщиков алюминия, и, естественно, приостановка продаж негативно сказывается на деятельности многих других компаний. Сейчас же поговорим с вами уже непосредственно о самом страховании и уже перейдем именно к рассмотрению рисков. В первую очередь, естественно, мы рассматриваем такие риски как недопустимые. И здесь крайне важно грамотно провести корреляцию таких параметров, как ущерб и прибыль. Потому что, в принципе, принимая решение о том, нужно ли вести бизнес и возможно ли вести бизнес, руководитель должен это сделать. Потому что, например, если прибыль небольшая, а ущерб значительный, то действительно возникает вопрос, есть ли смысл вести этот бизнес. Если же прибыль значительная, а ущерб небольшой, то здесь можно как раз-таки принять этот риск и, например, прибегнуть к услуге страхования. Если оба параметра являются довольно-таки большими, то предприниматель может совершить следующее действие либо по отдельности, либо так или иначе их комбинируя. Соответственно, перевести риск на другое лицо, как раз-таки на страховщика, либо проводить мероприятие по снижению вероятности наступления риска, то есть снижения частоты, либо проводить мероприятие, направленное по снижению ущерба, который этот риск будет приносить в случае его наступления. И здесь крайне важно найти вот эту золотую середину, скажем, security insurance balance, то есть грамотно распределять вложения в информационную безопасность и страховую премию. И об этом тоже покажу там чуть дальше график. И, соответственно, когда руководитель принимает решение о недопустимых рисках и вообще возможности ведения бизнеса в тех или иных условиях, это как раз-таки вложится именно на руководителя, как я сказала. Далее уже опускаемся на уровень ниже. Это у нас операционные руководители, которые уже понимают, какие сценарии конкретные могут привести к тому, что то или иное недопустимое событие реализуется. И уже дальше айтишники и ибэшники могут точечно обозначить конкретные бизнес-процессы, конкретные места в той или иной системе, в той или иной системе, взлом которых либо воздействие злоумышленника на систему повлечет за собой это недопустимое событие. То есть здесь мы с вами говорим об определенной кооперации. И только тогда возможно вообще грамотное проведение мероприятий риск-менеджмента. И уже как раз-таки определив недопустимые риски, возможность ведения бизнеса мы переходим к остаточным рискам, которые есть всегда. Потому что нет систем, которые были бы на 100% неуязвимы. Риски будут всегда и их выявление это непрерывный процесс. В принципе риск-менеджмент он цикличен. Закончив один круг мы заходим уже на следующий. И остаточные риски характерны тем, что проведение мероприятий по снижению их значимости становится экономически нецелесообразным. То есть как раз-таки то самое security insurance balance. Вложения будут превышать тот ущерб, который может наступить в случае реализации этого остаточного риска. И здесь крайне важно проанализировать три ключевых параметра. Это финансовые последствия от реализации риска, то есть ущерб, который может наступить в случае его реализации. Вероятность риска, то есть это та частота в бизнес-процессе. Например, каждый третий, десятый, тридцатый бизнес-процесс тот или иной риск может наступать. И управляемость риском это степень снижения либо вероятности, либо ущерба риска. И также в конкретном бизнес-процессе. И этот параметр, он наиболее субъективен и в определенной степени сложен, так как зависит в том числе от лиц, кто вовлечен в бизнес-процесс. Объективно, что качество работы и то, насколько лица ответственно подходят к выполнению своих задач, напрямую влияет на управляемость риском. И поэтому здесь хорошим решением является как раз таки страхование остаточных рисков, которое позволит минимизировать ущерб в случае наступления риска и тем самым повысить эффективность бизнес-процессов, потому что мы понимаем, что есть какая-то вероятность, там цатая, но и тем самым при наличии страховки мы можем проводить мероприятия по снижению вероятности и, повторюсь, тем самым повышать эффективность бизнес-процессов. Вот здесь на графике как раз таки тот самый security insurance balance, о котором я говорила. Вот это вот золотая середина, когда нам нет нужды до бесконечности и до абсурда вливать деньги в информационную безопасность, в конечном итоге это рано или поздно станет действительно экономически невыгодным. Но и полагаться просто на одну страховую выплату, оставляя огромные дыры в своей IT-инфраструктуре, просто бессмысленно и не нужно. Да и в конечном итоге ни одна страховая потом с вами не станет сотрудничать. И как нам кажется, что как раз таки такой золотой середины может стать комплексное предложение, о котором я говорила в самом начале, и B плюс страхование, то есть приобретение каких-либо сервисов и к ним аддонам идет страховка, которая как раз таки увеличит стоимость сервисов на 10-15 процентов, то есть как раз таки примерно на те показатели, которые компании готовы доплачивать. Безусловно, здесь мы также можем говорить и о построении собственной системы и B, которая может, например, стать сок-ин-хаус, также плюс страхование. И как раз таки вот эта вот золотая середина позволит нам найти и обеспечить экономическую эффективность и оптимальную защищенность. И говоря об экономической эффективности, хотелось бы показать вам вот этот слайд. Мы буквально в конце прошлого года занимались данным исследованием по части оценки последствий от киберинцидента и посчитали, что для компании на тысячу сотрудников в среднем потери за год от низкоквалифицированных атак по типу массового фишинга, простой примитивный шифровальщик с небольшим простоем, DDoS-атакой. То есть все то, что кажется порой на первом взгляд довольно-таки мелким. Вроде бы раз произошло, два произошло, ничего страшного, бац, а за год, как мы видим, набежало 13 миллионов. И сюда мы не включаем такие показатели, как расходы на восстановление, снижение финансовых показателей. И сама я смотрела финансовые отчетности ряда компаний после наступления киберинцидента. И для того, чтобы вернуться к показателям до киберинцидента, им требовалось в среднем где-то 2-3 года. Соответственно, для компании 2-3 тысячи сотрудников показатели ущерба несколько возрастают. Что же компании могут приобрести в случае покупки предложения комплексного ИБ плюс киберстрахования? Безусловно, это снижение рисков на определенный параметр зависимости от СЛА того или иного ИБ провайдера. Также это страховое покрытие. Здесь тоже нужно смотреть те условия, которые вам предлагает страховая. Сюда также входит приведение нескольких технических расследований квалифицированными специалистами. То есть компании не нужно задумываться о том, кто будет это делать, отвлекать своих сотрудников. Для банков что актуально, это минимизация регуляторных рисков, а также возможность того, что если клиенты банка пострадали, то выплата будет осуществлена клиентам, и эту выплату будет делать страховая компания. Ну и безусловно, повышается привлекательность ее. И в среднем, если брать, например, пятилетний интервал времени, то ежегодная экономия может составить порядка 30%, что видится весьма неплохим показателем. И уже в завершении со-выступления какие выводы мы здесь можем сделать, и на что хотелось бы обратить внимание, что в текущих условиях, когда количество кибератак сильно возросло, на тот же банковский сектор за последний месяц рост составил порядка 16,5%, мы понимаем, что киберстрахование становится уже не роскошью, а необходимостью. И для нас основной задачей мы видим сделать эту услугу доступной не только для, например, банков топ-10, каких-то крупных корпораций, которые себе это могут позволить, а в том числе и для SMB, сектора, который, как мы увидели, весьма заинтересован в данном продукте, и в том числе для банков с базовой лицензией. И сейчас мы видим тенденцию к масштабной кооперации и появлению этих комплексных предложений от eBay-провайдеров и страховых компаний. И как мы видим, что данный продукт действительно может стать эффективным финансовым инструментом в построении информационной безопасности и на определенном этапе своего рода финальным штрихом. И, естественно, самое важное, наверное, что должны знать и понимать все, что защищаться всегда дешевле, чем восстанавливаться после инцидента, в принципе, как и с пожаром, который легче предупредить, чем его ликвидировать. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Коллеги, если у кого-то есть вопрос, вы поднимите руку. А я сейчас хотел бы задать вопрос, в чем смысл страхования остаточных рисков, если по приведенному определению остаточный риск это тот, снижать который экономически уже нецелесообразно. То есть, если его нецелесообразно снижать, зачем его страховать и тратить на это дополнительные деньги? Риск все равно с определенной вероятностью будет наступать. Это мы понимаем. И страхование остаточных рисков это как раз напрямую связано с тем, что компания покупает определенные услуги и там сервиса либо соку и б-провайдера и скажем, если при наличии данного сервиса либо сока все равно наступил инцидент, то есть вроде бы компания себя полностью защитила, но все равно какая-то вероятность остается. И вот на тот случай как раз таки и покупается вот эта страховка. Я все равно не понял, как это связано с экономической целесообразностью, но у меня второй вопрос, он чисто такой эмоциональный. Компания сервис провайдер приходит к клиенту и говорит, вот мои услуги, они тебя защитят от того, что у тебя не будет угроз. И тут же ему предлагают второй счет, в котором говорится, что если тебя взломают из-за того, что мы что-то не сделали, вот тебе второй счет на то, чтобы покрывать риски. Нет ли здесь диссонанса, что провайдер с одной стороны говорит, я тебя буду защищать, а с другой стороны говорит, а ты оплати, когда тебя взломают. Диссонанса нет, потому что, например, мы можем взять такую аналогию провести как с автомобилем. Несколько лет назад самым безопасным автомобилем был признан XC80 Volvo, что прям там безопасность просто составляет 98. Восьмидесятого XC не бывает. Ой, простите, Безопасность реально по большинству парендеров составляла 96-98, но кто застрахован от того, что где-то там в тебя не влетит, какой бы у тебя защищенный автомобиль не был. И здесь тоже зависит от того, как реализована вообще модель. То есть бывает так, что, например, на стороне B-провайдера выявлено какое-то подозрение на инцидент, а затем информация была передана на заказчику, который так или иначе никаким образом не отреагировал на данную информацию. В конечном итоге инцидент наступил по сути по вине заказчика. И вот здесь как раз-таки мне кажется отличное решение ему иметь такую страховку. Меня зовут Евгений Сачков, я работаю в компании информзащита и последние лет, наверное, шесть я занимаюсь вопросами управления рисками у своих заказчиков, а также исследую, в принципе, разные подходы к этому процессу. Я бы сегодня хотел рассказать про то, как получить возможность немного подружить лиц, принимающих решения с безопасниками, с рисковиками, чтобы они не превращались в тех самых лебедя, рака и щуку, про которых говорила Дарья. А то, что я буду рассказывать, я не придумал, если честно. Это практики, которые применяются сейчас активно в США, в частности, факторный анализ рисков, а также исследования, которые проводил Дуглас Хаббард, довольно известный рисковик и безопасник в части управления рисками, и подходы, которые описаны в стандарте 31.0.10 методы оценки рисков. Я не буду сильно останавливаться на методах моделирования или оценки, потому что, во-первых, про это сегодня, думаю, немного расскажет Алексей в своем докладе, во-вторых, я про эту тему могу говорить часа полтора не затыкаясь, немного не уложимся в тайминг. Обязательный дисклеймер. Хорошо оценить риски и понять, какой у нас уровень риска по каждому возможному сценарию, это здорово, но если мы не будем заниматься деятельностью, связанной с управлением, деятельность была бесполезной. Контекст оценки рисков может быть разным. У нас лица, принимающие решения, могут хотеть понять просто какой-то профиль по организации, насколько какие риски выделяются среди остального потока. Могут хотеть рассмотреть какое-то конкретное решение, например, насколько целесообразно оптимизировать деятельность какого-то подразделения, насколько это сократит, например, время, которое подразделение тратит на какую-то деятельность и насколько это в целом выльется в профит для организации. Иногда контекстом принятия решений может быть решение вопросов, связанных с непрерывностью деятельности. Там классические подходы оценки рисков надо немного апдейтить, потому что нам важно понимать не только средние потери, но и какие у нас могут быть пики по потерям из-за комбинации разных неожиданных событий. Собственно, в чем основанность на данных при работе с рисками? У нас есть сейчас некоторая ситуация, когда лицам, принимающим решение, просто приносят отчет и пытаются их убедить, что риск, который помечен как критический, действительно является критическим и метод обработки, который для него предлагается, оптимальный. при этом проследить, откуда было получено, что это критический риск, часто нереально. Нереально часто провести какую-то переоценку в случае, если были какие-то изменения, ну именно частичную переоценку, не проводя работу целиком заново. И основанность на данных здесь заключается в том, что мы используем всю доступную компанию информацию для того, чтобы провести какое-то моделирование, расчеты и от этого прийти к обсуждению каких-то решений с разными заинтересованными сторонами. Мы в своей работе часто представляем риск как сценарий, в котором у нас есть три обязательных составляющих. Это источник угрозы, что кто пытается реализовать воздействие, что он пытается сделать в отношении активных компаний и к чему эти воздействия могут потом привести как итог этого сценария. Собственно, какая информация у организации есть и что имеет смысл учитывать? Понятно, что часто, когда заходит речь про основанность на данных, в голову приходит мысль про количественную оценку рисков. Это часто действительно так, но не обязательно. Мы можем качественные оценки проводить здесь. Вопрос в том, насколько мы учитываем взаимосвязи между разными бизнес-процессами, взаимосвязи этих процессов с системами организации, с сервисами, контрагентами, которых организация нанимает, и насколько в целом мы понимаем цели работы организации и ее какие-то основные принципы работы. То есть бывает иногда, что безопасники или рисковики вообще очень слабо понимают почему-то контекст конторы, но в последнее время такого, к счастью, стало сильно меньше. Сейчас все-таки это вышло из каких-то локальных работ на более такой уже уровень бизнеса. Потом у нас есть информация, которую мы часто можем хорошо квантифицировать. Это информация о деятельности организации, доля бизнес-процессов доходности, либо какой-то объем транзакций, средний размер транзакций в организации. И здесь как раз почему не банковские кредитные организации. Это просто как пример. На самом деле это подходит в принципе для любых компаний подход. Но в финансовых организациях, которые не сильно зарегулированы в плане рисков со стороны того же Банка России, есть некоторая возможность лак на применение разных подходов и просто проще это применить. То есть в кредитной организации нужно это будет синхронизировать 716p, делать это как частью профессиональной оценки рисков, укладывать это вместе с другими процессами, но тоже рабочий подход. Далее у нас есть профильные эксперты, как эксперты внутри компании, которые занимаются какой-то деятельностью, так и эксперты, которые были привлечены, например, для проведения пентестов, эксперты от СОКа, какие-то аудиторы, просто сторонние эксперты из индустрии, которые что-то рассказывают. И по-хорошему мнение этих экспертов стоит учитывать примерно так же, как и статистическую информацию, которая в организации уже есть. Там есть, понятно, свои подходы к верификации, но смысл в том, что если компания не доверяет мнению профильного эксперта, который, например, руководит бизнес-процессом, то у компании, наверное, все не очень хорошо с организацией управления в принципе. Здесь речь идет о некой фасилитации, что у нас за каждый фактор, который можно оценить у риска, могут отвечать вообще разные люди. По одному риску у нас может быть выделено, не знаю, штук 20 разных факторов, которые мы оцениваем, если мы хотим детальную оценку. И мы на этом получаем какую-то взвешенную картину, которую можно уже анализировать. То есть, опять же, если риск получился критическим, всегда можно проследить, из чьих оценок или из какой статистики было получено, что там будут какие-то существенные потери или высокая частота потерь. И это все укладывается в методику. И плюс к этому у нас есть внешняя информация, например, статистика от регулятора, как Банк России регулярно постит, или информацию от каких-то экспертов, которые проводят просто независимую аналитику, или информация от соседних дружественных партнерских компаний, которые рассказывают про какие-то реализованные у них инциденты, или про инциденты, о которых они где-то услышали, если они не хотят палиться. Но смысл в том, что мы это можем все обработать и из этого получить некую картину, какие сценарии могут быть реализованы и привести к потерям. И здесь события потерь это, наверное, самая важная штука. Тут понятно, что читается схема, наверное, не очень хорошо. Но смысл в том, что это дерево событий, точек, на которых компания могла потерять деньги. Конкретно вот это вот мы работали в страховой компании, и мы выделяли, там было довольно много, по-моему, штук 80 бизнес-процессов выделено в компании, но получалось, что событий потерь на деле не очень много, потому что несколько разных бизнес-процессов складывались в одну цепочку с общей целью, и потери возникали, если эта цель была не достигнута или была достигнута криво. Дальше это уже можно было детализировать, связывая эту информацию с активами, которые были в организации, и понимая, на чем конкретно, на каких воздействиях эти потери наступали. То есть там где-то была важна целостность данных, где-то постоянная доступность системы, и из этого мы начинали всю нашу работу. Важный момент, что у нас выделено справа сверху, какие мы рассматривали виды потерь в организации, это штука, которую мы изначально обсуждаем с лицами, принимающими решения, потому что когда-то вопросы репутации даже не хотят оценивать, потому что уже у компании есть какая-то изначальная позиция, что все, что связано с негативными отзывами в СМИ, мы будем обрабатывать. Все, что связано, например, с стоимостью оборудования, мы сейчас не учитываем, потому что мы уже предприняли, на наш взгляд, все возможные действия по отношению к защите оборудования. Например, мы не хотим учитывать, сколько у нас будет простой деятельности подразделения стоить, потому что нам это сейчас не сильно важно, мы хотим больше понять, где у нас шансы лицензию потерять выше. Когда мы начинаем понимать события потери организации, для нас это является основным источником инфы для того, чтобы принять решение, какие источники угрозы мы собираемся рассматривать. У нас могут быть выделены какие-то группы с разной степенью детализации, то есть это по сути дерево. Например, мы можем выделить группу привилегированных работников и рассматривать ее одним большим набором. Можем поделить эту группу на три разные группы, условно работники, которые вообще не собирались косячить, они просто случайно что-то настроили неправильно, работники, которые хотели поставить криптомайнер, там админы, которые решили подзаработать немного. И могут быть какие-то админы, которые обиделись на компанию, взяли разводной ключ и пошли что-то чинить в серверную. У них будет совершенно разная мотивация, разная частота попыток воздействия, разная степень принятия собственных рисков, а для нас эти параметры это в явном виде штуки, которые определяют какие сценарии рисков мы собираемся рассматривать. Потому что у нас понятно, что есть события потерь, понятно, что у нас есть какие-то активы, на которые мы можем воздействовать и компания на этом потеряет денег. Но вопрос, а если злоумышленник будет воздействовать на эти активы, он получит профит, который ему нужен? Условно, у нас может быть скут, в котором будет много персональных данных, мы целиком за защиту персональных данных, но надо ли киберпреступной группировке, которая проводила АПТ-атаку, этот ваш скут тормошить, как они смогут монетизировать вообще свое воздействие. И на таких сочетаниях мы начинаем понимать, какие сценарии нам надо рассматривать в первую очередь, а какие могут подождать. Дальше мы от этого идем уже и смотрим на тоже, основываясь на событиях потерь, которые у нас есть, мы смотрим воздействие на какие активы и какого рода воздействия у нас к этим событиям могут привести. Мы здесь не ограничены каким-то конкретным набором видов воздействий, то есть у нас может вполне быть добавлена колонка про неотзывность сообщения от клиента, у нас вполне может быть колонка про актуальность данных, у нас может быть вообще колонка добавлена, не знаю, что будет какой-то оверрасход по времени реагирования на что-то или по просто трудозатратам на какую-то деятельность. Это определяется как раз нашим контекстом оценки. То, что мы пишем в пересечениях, это сырая инфа, что у нас может произойти от того, если воздействие будет реализовано. Здесь не сильно важно на текущем моменте, кто это реализовал, главное, что это произошло. Бизнес может нам описать какие-то варианты развития событий, но если ему что-то сказать про киберпреступников, скорее всего, там ступор начнет с мозговины, и мы в лучшем случае не сможем завершить беседу. Но просто анализируя постепенно разные бизнес-процессы, мы понимаем, добавляя информацию про активы, что у нас может происходить. И этот момент это одна из основных штук, которая как раз таки важна при анализе, основанном на данных, потому что классические подходы, ну я не в смысле все классические подходы, а вот те подходы, где мы сразу даем какие-то оценки по критичности, даже пусть это будет также выделено виды воздействия, критичность по нарушению целостности, случайному или целенаправленному, ставим высокое, или даем по какой-то шкале, не знаю, процентную оценку важности, или там еще какой-то коэффициент. К чему это может привести? У нас может быть набор каких-то качественных оценок, которые на самом деле имеют очень широкий диапазон, что имел в виду конкретный специалист. Если вам будет интересно, можете пройти тест вот на сайте, который выделен по хэш-коду, кор-коду, там вам предлагают вербальные значения вероятности какого-то события и предлагают оценить его в процентном соотношении. Какой бы вы дали процент реализации этому событию, если бы вам сказали такое слово? И может быть любопытно посмотреть на шкалу качественной оценки, которая применяется в организации и прикинуть, насколько большой на самом деле лаг идет в оценках и насколько большая погрешность есть от вычислений по такой шкале. Это вопрос, который не то, что говорит, что запрещено использовать качественные шкалы, просто есть момент, что качественная шкала не должна быть основополагающей. Всегда сначала нужно понимать, что у нас произойдет, и только потом уже переводить это на шкалу в финальные моменты. У нас не должно быть такого, что мы выделяем заранее какую-то тепловую карту, на которой говорим, что вот этот риск точно будет неприемлем. Приемлемый этот риск или нет, может решить только один человек. Это ЛПР, который за этот риск отвечает. Если мы это решаем сами, мы делаем, во-первых, чужую работу, и мы выступаем тут в роли специалиста, который может не иметь компетенций нужных. В чем может быть проблема, если мы просто используем такие форматы оценок, не используя сырые данные, на которых мы должны по идее основываться. У нас может получиться, что мы набираем огромное количество каких-то параметров, которые оцениваем качественно, или в процентах, или еще как-то. И у нас чем сильнее мы хотим сделать детализацию оценки, чем больше параметров мы начинаем учитывать, тем сильнее растет наша погрешность. В итоге может получиться, что два примерно одинаковых по важности на практике сценария разносятся в разные стороны, или наоборот, два сценария, которые очень сильно друг от друга отличаются, получают статус среднего по критичности. И на отчете для ЛПРа они друг от друга неотличимы. Основной мотив, наверное, который ведет оценку рисков и анализ рисков, основанных на данных, это концепт «не переусложняй». Потому что у нас по-хорошему риск можно разложить на очень большое количество факторов, которые нужно оценивать. Но чем больше факторов мы оцениваем, во-первых, тем дольше идет наша работа, во-вторых, тем сильнее растет погрешность, потому что все мы люди, наши оценки не являются точными, и если мы просто бездумно увеличиваем количество параметров, которые стоит оценить, это может нам сказаться негативно в итоге. При сценарном подходе к оценке рисков у нас могут каждый из сценарий быть анализированы на независимом уровне детализации. То есть, например, мы действуем на том уровне детализации, на котором нам проще всего собрать информацию в компании и эту информацию проанализировать. У нас, допустим, есть очень хорошая статистика по частоте возникновения какого-то конкретного инцидента. Окей, давайте сразу использовать эту статистику, давайте оценивать, сколько раз мы ожидаем его увидеть в следующем году, например. А, допустим, у нас не было инцидентов или мы не доверяем той статистике, что у нас есть, потому что у нас было пока плохо реализовано там что-то, и мы просто не могли нормально что-то логировать, мы что-то не замечали. Мы можем переместиться на следующий уровень и уже на этом уровне что-то оценить, выдать какие-то другие предположения. Да, у нас потенциально упадет качество этого анализа, если мы будем выдумывать эти предположения из головы, но может получиться, что это лучше укладывается в контекст оценки. То есть, если контекстом оценки является анализ того, насколько имеет смысл реализовывать какие-то механизмы, которые снижают частоту контакта злоумышленника с нашим активом, то нам имеет смысл пройти на пару уровней ниже и исходить из этого. Точно так же с потерями. Мы в каких-то случаях можем иметь информацию о потерях, уже сведенной, в каких-то случаях нам нужно отдельно разбирать, какое количество клиентов может от нас уйти в случае возникновения инцидента, как это повлияет на приход новых клиентов, какой у нас средний чек по одному клиенту, как у нас изменится, не знаю, стоимость ценных бумаг компании, если у нас компания торгуется на бирже, и анализировать все это как независимые факторы. Каждый раз это должно быть новое решение, основанное на том, что мы реально имеем силы проанализировать и насколько качественно мы можем это делать. здесь есть способ немного сразу упростить процесс, потому что если мы пытаемся добиться от кого-то точных оценок, по-любому даже, вот если мы на самом верхнем уровне оцениваем, по-любому из параметров от какого-то эксперта, эксперт скорее всего ответит, что он не знает. Никто не хочет брать на себя лишнюю ответственность, никто не хочет делать вид, что он пророк там или ванга какая-нибудь, и это вполне логичный ответ. При этом для нас, как для аналитиков, может быть точная оценка какая-то от эксперта не сильно показательной, потому что эта оценка скорее всего будет заточена на каком-то одном вполне конкретном кейсе. В то же время мы можем оценивать диапазонами любые параметры, и для эксперта это, во-первых, будет проще, потому что у него есть поле возможностей для анализа разных каких-то кейсов, которые у него происходили, для нас это позволяет применять дополнительные методы анализа рисков, например, моделирование метода Монте-Карло. Даже если мы не будем применять какие-то статистические методы, это все равно может быть полезным, потому что мы будем иметь как минимум уже несколько оценок, что оптимистичный случай, пессимистичный случай, и можем как-то даже просто хотя бы по отдельности все эти параметры обрабатывать одинаково. и иметь вместо одной оценки по риску три оценки, потом которые подавать LPR, что вот смотри, что у нас может произойти. Понятно, что все это надо обосновывать, то есть работа с рисками, по сути, работа с базой знаний, если хорошо ее делать, и мы любые оценки, которые мы вносим в аналитику, стараемся описать максимально своими словами, максимально подробно. Просто для того, чтобы в следующий раз, когда мы будем это делать, если мы поняли, что что-то было оценено неправильно, что-то было сделано неправильно, что-то поменялось в бизнесе, в инфраструктуре бизнеса, мы могли понять, какие вещи нам нужно переоценивать более внимательно. Тут еще есть такая штука, как доверие к оценке, которую говорит эксперт. Это в основном касается ожидаемой оценки, потому что для нас это основной параметр, который мы хотим получить, несмотря на то, что мы оцениваем диапазоном. И тут у нас есть градация, где самая неблагоприятная для нас ситуация, это когда оценка формируется на уровне доверенности «одна бабка сказала». И самый топовый для нас случай это какое-то околонаучное исследование, которое основано на всей доступной в мире статистике, которая при этом применима к нашей организации. Но есть проблема, что самый правый уровень, чтобы получить, нам скорее всего понадобится потратить на одну какую-то оценку, которую мы формируем, не знаю, несколько месяцев работы, возможно. И за это время у нас просто, во-первых, вычисления могут стать неактуальными, во-вторых, если у нас реально есть какие-то риски, в отношении которых решения нужно принимать уже сейчас, то мы примем его не сейчас, а через три месяца. И это не совсем true. Помним основной принцип «не переусложняй». Поэтому работаем по среднему уровню доверия, когда мы за основную оценку берем оценку профильного эксперта. Этот эксперт может быть внешним по отношению к компании и просто предоставлять статистику и помогать анализировать какие-то результаты. Это может быть внутренний эксперт, который именно формирует оценки. И понятно, что степень научности оценки, условно научности, от этого эксперта у нас может приближаться либо к левой, либо правой шкале оценки, но для нас это оптимальный вариант. Нам не нужна стопроцентная точность прогноза, потому что мы, по сути, делаем прогноз погоды, а не предсказания. И даже точности 80-90% в этих шкалах нам будет достаточно. Это покрывает большую часть ситуаций. Для кого-то может показаться, что это черновые какие-то вычисления, но на деле нам это позволит более оптимально потратить свое время. Если мы увидим, что нам нужна большая точность по какому-то из сценариев, мы можем всегда вернуться к этому сценарию и детализировать его. Черновики всегда работают, и если мы на этом сэкономим время, то нам будет лучше. И так тоже можно. Результаты, которые мы будем получать, понятно, будут зависеть сильно от примененных методов моделирования, от примененных методов анализа, но смысл в том, что когда мы учитываем и контекст организации, и контекст оценки, и мнение экспертов, и все возможные ситуации, а главное понимание, зачем мы все это проводили, мы можем в разных срезах предоставлять информацию лицам, принимающим решения. Например, у нас… Дарья показывала три уровня, на которых у нас могут решения приниматься. Какому-то ЛПРу нужно будет иметь конкретную статистику, статистику, срезы, например, какие виды событий в отношении чего сильно важнее. Кому-то будет, например, менеджерам по непрерывности более важно понимать, к чему может привести один конкретный инцидент, его реализация, и какие потери могут возникнуть от него. И насколько имеет смысл, допустим, пытаться снизить потери от единичного события. Кому-то будет важен срез вообще, насколько у нас какие-то параметры либо сейчас работают, либо насколько эти параметры изменяются. И для этих людей у нас может быть вообще по-другому представлен отчет. Мы все это можем довольно гибко формировать после того, как мы изначально инфу собрали как конструктор. То есть вся система нашего анализа рисков получается как некий граф, в котором у нас взаимосвязаны бизнес-процессы, системы, события потерь, сценарии, которые эти потери могут реализовать, возможные варианты обработки, которые мы обсуждаем с разными людьми. И потом уже мы можем из этого быстро формировать какое-то предложение, что вот смотрите, если мы будем действовать вот в этом направлении, у нас могут получиться вот такие результаты. И немного автопа. У нас раньше сессия называлась «Аутсорсинг против инсорсинга». И у нас заказчики иногда приходят с запросами, что мы считаем, что вы эксперты. Мы бы хотели, чтобы вы сами оценили наши потери. Вы сами лучше знаете, насколько высокая частота инцидентов у нас может быть. Вы видели много таких компаний. Пожалуйста, дайте нам оценку. Это, наверное, не совсем правильный подход, потому что мы все рвем бумажные стены по-разному. И по-хорошему, если мы аутсорсим деятельность по рискам, нам важно выстроить некую границу, чтобы аутсорсер делал то, что связано с методологией, моделированием, проведением расчетов каких-то, формированием именно результатов из входных данных. Но чтобы сами входные данные всегда основывались на инфе от компании и на мнении экспертов компании. Потому что все-таки эти люди намного сильнее погружены в контекст происходящего, чем люди, которые пришли со стороны. Да, мы действительно можем, как внешние лица, предоставить какую-то статистику, сказать, что вот в других организациях что-то было так, что-то было иначе, были какие-то вот такие инциденты, но это не значит, что аутсорсер может все посчитать за вас. На этом у меня, в принципе, все. Задавайте вопросы. Если кому-то будет интересно про методы моделирования при анализе рисков, как получить из данных, которые у нас были на вот этом этапе, данные, которые у нас получаются на вот этом этапе, welcome, можем за кофе обсудить, могу какую-то демонстрацию провести или показать. Можете подходить на наш стенд потом, ну или просто на чашку кофе позвать сразу. А на этом у меня все. Спасибо, что вы слышали. Есть ли у вас какие-то вопросы? Евгений, у меня вопрос. Все-таки есть какой-то инструмент, который вы можете порекомендовать, который на какое-то количество процентов автоматизирует задачу моделирования рисков, анализа, о котором вы сейчас говорили. То есть вот чтобы от описания негативных последствий прийти к нормальному распределению вероятности ущерба в разных негативных последствиях, разных сценариях. Да, во-первых, есть несколько SGRC-систем, которые позволяют кастомить процесс управления рисками. Во-вторых… Отечественных? Среди отечественных знаю одну, которая вроде как позволяет, но лично пока не тестил, поэтому без названий. Есть точно зарубежные, которые, например, от IBM решение, но тоже там соу-соу. IBM, например, грозились в прошлом году выпустить продукт, который работает по такому подходу, но пока в Россию он не пришел, насколько я знаю, насколько вот у меня были обсуждения с IBM раньше. Есть, например, Risk Lens, компания американская, которая именно факторный анализ рисков реализовывает у себя в продукте. Это тоже какое-то подобие с SGRC, но попроще функционал. И есть просто инструменты для моделирования методом Монте-Карло. Мы, например, сами делаем это в Юпитерлабе. Вообще есть прям питоновские скрипты где-то на Киберхабе открытые. Что можно разобрать. И на R есть открытый тоже инструмент. Окей, спасибо. На самом деле спасибо большое двум предыдущим докладчикам. Как раз вот хорошо разобрали тему страхования киберрисков, поэтому я совершенно правильно здесь написал. Сервисный страховый продукт от защиты от сложных и неизвестных угроз с кибербезопасностью. По сути, это и есть страхование киберрисков, но мы сейчас подробно на практике поймем, в чем есть отличия. Основной момент какой? Мы выходим здесь с военно-страховой компанией, с военно-страховым домом. У нас это совместное решение. И основная задача, то есть сразу уточню, мы целимся своим продуктом, своим сервисом, своим решением на SMB и на middle business. То есть понятно, что наибольший востребованный, наверное, сегмент, это как раз SMB и middle. На самом деле, как ни странно, страхование киберрисков уже не первый год присутствует на российском рынке, однако вот в текущей ситуации, когда там, скажем так, активность сильно возросла, и если она уже переезжает с EPG, уже на SMB, поэтому, скажем так, переживает некий ренессанс. Что можно сказать из вот больше вводных. Сервис позволяет минимизировать за счет сервисной своей составляющей, минимизировать затраты для небольших компаний. Им, по сути, нет необходимости покупать оборудование, железо, ПО. Они получают это все в виде сервиса. По сути, они используют лучшие практики информационной безопасности, не развивая свой штат, не увеличивая свои внутренние затраты. По сути, это разовый сервис, который позволяет закрыть все вот эти потребности разом. И вот как раз третий вопрос. Чуть-чуть ответит Алексей на ваш вопрос Дарья, по запрошлому докладчику. В случае наступления киберинцидента может быть уверен в возмещении потерь. Чем это хорошо? Вопрос был какой? Вот мы вам оказываем сервис, мы вас еще и страхуем. То есть, как бы, нет ли диссонанса? Два ответа на этот вопрос есть. Первый ответ – это то, что это все-таки максимальная возможная защита, которая может быть у вас. А второй ответ – это в случае, если это SMB, например, небольшая компания, у нее может быть отсутствовать вообще, наверное, какие-то там партнерские отношения с интегратором, с другими игроками. И, по сути, им никто этот сервис не оказывает. И для них страхование киберрисков это, по сути, одно из немногих, что их защищает. У них есть базовый, там, не знаю, стиль администратор, который выполняет базовые настройки. То есть у них нет полноценного сервиса, ни СОК, там уж тем более, никаких других сервисов. Поэтому для них страхование, по сути, это единственная возможность защититься от как раз современных киберугроз. Вот идеология этого слайда была изначально описание, скажем так, интересов каждой отрасли. Но время нашего сегодняшнего доклада, сожалению, ограничено. Пройдемся по основным. Потому что понятно, что отраслей народного хозяйства у нас гораздо больше, но времени у нас не так много. Если брать, например, любую отрасль, в первую очередь идет страхование имущества. Утрата этого имущества, вывода из строя, потеря денежных средств, идет страхование хозяйственной деятельности, то есть постоянные расходы. Допустим, если в случае наступления киберинцидента у нас приостановилась работа компании, то текущие хозяйственные расходы, связанные с зарплатой, с арендой помещений, то есть базовые расходы, они в любом случае выплачиваются и продолжают выплачиваться. И условно-постоянные расходы связаны с расследованием страхового события и юридические, судебные, досудебные издержки связаны с тем, что если инцидент все-таки попал на дальнейшее использование. Это что касается основных моментов. И также в базовом пакете существует гражданская ответственность по каждому пункту. Разберем, наверное, три основных, наиболее интересных, наверное, наш взгляд, отрасли. Первое – интернет-торговля. Самое, наверное, что чаще всего встречаемое в этом случае – это компрометация банковских карт, это компрометация персональных данных, это компрометация различных, скажем так, сензитивной информации своих клиентов. И вот третья сторона также может быть включена в договор страхования. Ну, по сути, вот если это интернет-торговля, то это данные банковских карт клиентов, например. Если это складская терминальная логистика, это, допустим, товар, принятый на материально ответственное хранение. Если в случае наступления киберинцидента, задержки с этим товаром, там, утраты номенклатуры, либо просто пользователь не может, допустим, не знаю, через онлайн-приложение получить доступ к своей учетной карточке и посмотреть, что с его товаром происходит. Это также, например, характерно для складской терминальной логистики. И возьмем еще, наверное, третий, наиболее интересный пример, с которым мы сталкиваемся, это производитель цифрового контента. То есть различные онлайн-кинотеатры, книжные магазины, там, где продается, скажем так, право на использование интеллектуального труда. Вот. Здесь еще как раз идет для третьих лиц ответственность перед правообладателем. Теперь все же сам страховой продукт. Что можно страховать? Понятно, что основное это информационные активы. У каждой компании информационные, финансовые активы это там самое основное, что подпадает под страхование. На самом деле, вот если посмотреть договор с ВСК, там порядка 40, наверное, основных буллетов, которые можно включить в договор страхования. Но, опять же, вот стоит, скажем так, сосредоточиться на основных. Финансовые активы. Ну, понятно, что там утеря денежных средств в любом их проявлении это там неприятно. Компьютерные активы. То есть, если в случае там инцидента оборудование вышло из строя, это также туда относится. Что интересно, почти в каждом договоре страхования существует ответственность перед третьими лицами. И в текущей ситуации, когда заказчики больше всего беспокоятся за репутационные риски своих клиентов, вот помимо, наверное, первых основных, особенно для небольших компаний, которые беспокоятся и дорожат отношениями со своими клиентами, для них как раз актуальна ответственность перед третьими лицами. То есть, допустим, хищение денег со счетов клиентов-страхователей в результате компрометации его персональных данных. Если, допустим, утекли в сеть клиентские данные вместе с данными пластиковых карт, с платежными реквизитами, опять же, можно вписать репутационные риски клиента, связанные с его, скажем так, потерей какого-то конкурентного преимущества, либо действительно обычными финансовыми потерями, связанными то, что страхователь допустил возможность, скажем так, компрометации его персональных данных. Ну и причине влида в преимущество клиента в случае выхода из строя оборудования заказчика. Опять же, здесь речь идет о сбоях работы, о отказе с сервиса и другим подобным примером. То есть, уже, скажем так, второстепенные по сравнению с утерей денежных средств. Что еще можно страховать? Безусловно, помимо основных материальных активов, очень много страховок приходится на, ну скажем так, относительно второстепенные задачи, связанные с потому, что если наступил киберинцидент, любой абсолютно, допустим, компания прекратила свою работу на несколько дней, пока идет разбирательство, пока идет восстановление оборудования. Мы чуть попозже разберем, какие примеры, сейчас пока вот разберем основные. Сотрудники продолжают получать зарплату, офис продолжает функционировать, его нужно обслуживать, за все это платятся налоги, все базовые плановые выплаты, которые компания в момент простой своей деятельности, она их тратит, они также подлежат страховому возмещению. То же самое касается и если инцидент доходит дальше до суда, до разбирательства, в эти расходы также включаются все юридические расходы, расходы на адвоката, на официальные досудебные издержки, полностью на расследование страхового события. И если страховые события закончили, с страховой составляющей закончили, основная сервисная составляющая, на самом деле тема доклада ключевые особенности успешного сервиса. Вот к этому мы сейчас и пришли. Основной момент какой? Наверное, в чем ключевая особенность текущего нашего сервиса? Это то, что мы действительно оказываем услуги по защите клиента. Изначально в момент страхования помимо договора ему ставится базовый антивирус и базовый агент. По сути, это EDR-система, позволяющая, если, допустим, антивирус просто смотрит работать с текущими сигнатурами, анализируя различную вредоносную активность, то агент в этом случае сможет быть личный лечащий врач, который выдает более точный диагноз, позволяя выявлять в работе инфраструктуру заказчика различные аномалии, различное неестественное поведение пользователей, что позволяет разбирать более сложные атаки и по возможности выявлять их на ранних стадиях. На текущий момент реализован уже полностью операционная система Windows, как сервера, так и обычная операционная система, так и уже в ближайшее время будет Linux. В чем основное на самом деле преимущество? Вот есть антивирус базовый, есть EDIR-агент, который позволяет проанализировать и более глубоко копнуть по инциденту, и вот в случае уже, если там действительно сложное, так интересное, это все попадает в возможность подключить аналитиков сока, которые в момент смогут, скажем так, используя свой опыт, используя свои базы знаний, используя сигнатуры, более подробно проработать, обогатить инцидент и дать комментарии по его нейтрализации. То есть, здесь не надо путать, клиент не получает сок как бы как сервис, он получает возможности, скажем так, в случае наступления сложного, нетипичного инцидента, получить, скажем так, его экспертизу, его аналитику. За счет того, что сок представлен во всех отраслях, во всех абсолютно сегментах бизнеса, от мала до велика, скажем так, опыт, различные вирусные сигнатуры, различные алгоритмы действия, за счет того, что большое количество, их уже можно транслировать как экспертизу, позволяя, соответственно, разобраться с инцидентом гораздо быстрее, чем при использовании обычного ручного анализа. И по инцидентам самое интересное, на самом деле на этом слайде ничего там, допустим, уникального для вас нет, но надо понимать, что мы с вами работаем там middle либо крупный бизнес, мы с вами все в отрасли, мы хорошо знаем, как все это работает, но если говорить про этот слайд, допустим, он показывается в основном даже там в самой страховой компании, он показывается для SMB, уровень зрелости всех процессов SMB не всегда высок, и поэтому приходится разбираться с самыми основными вещами шифровальщики данных. Как ни странно, там 50-70% компаний сталкиваются с банальными шифровальщиками, найденными там в спаме, найдены на файлообменниках, еще где-то. То есть базовые такие нарушения корпоративной гигиены приходят вот таким последствием. разноспособность формационных активов страхователя вызвана вредоносным ПО. Те же самые шифровальщики, стиратели, те же зловреды, в которых эволюционируют традиционные антивирусы, также попадают в пункт 2. Самое, наверное, последнее время распространенное это старый, добрый фишинг. как ни странно, сколько проводим обучение, там различные аварнесс, книжки, рекомендации, курсы, большую часть инцидентов происходит ну, даже либо не по вине, а с участием человеческого фактора. Подбор паролей, достаточно слабая базовая составляющая информационной безопасности, слабые пароли, отсутствие антивируса на серверах, как правило, приходит к получению заражения, используя базовый сценарий фишинга. Вредоносный код или иная деятельность, допустим, с удаленным доступом, но также все чаще становится встречаться в современном, скажем так, ландшафте кибер-угроз. И, наверное, реже, но тоже включается это использование уязвимости и архитектурных особенностей оборудования. Так самое, знаете, вот красиво Zero-D Attack вот такими с основными уязвимостями даже для SMB начинает встречаться, что, в принципе, раньше можно было об этом не упоминать, то сейчас даже для небольших компаний подобного рода уязвимости все чаще встречаются. Страховая часть продукта. Вот по итогам, что получает заказчик? помимо того, что, по сути, у него построена не полноценно полная ИБ-инфраструктура, но основные элементы, которые позволяют основные критичные моменты закрыть, это в рамках сервиса, понятно, что 24 на 7, все так говорят, у нас тоже ничего удивительного. Заказчику есть возможность расследовать инциденты ИБ, используя опять тот же сок, обогащать инциденты, проверять их на соответствие, смотреть по сигнатурам, и на критичные инциденты также можно реагировать. В случае у заказчика вся серверная часть агентов и инфраструктуры крутится у нас в рамках отказоустойчивой инфраструктуры, то есть ему даже вот об этом не нужно думать, ему не нужно думать насчет закупки ПО, аналитики, внедрения, настройки этого ПО, соответственно, это ПО ему не надо поддерживать, и смотреть и выстраивать у себя в компании скажем так базовые принципы сервиса. То есть там про SLA, про все это уже можно не говорить и не думать, а сосредоточиться на своем бизнесе. Ну и что важно для заказчика? Это достаточно быстрый старт сервиса, потому что не требует глубокой аналитики, не требует глубокой проработки, скажем так, инфраструктуру заказчика за счет того, что сервис типовой, уровень SLA достаточно высокий, за счет того, что заказчик по сути получает полностью, даже не коробочный, наверное, а адаптированный под него, под его объем, под его инфраструктуру, под его отрасль, уровень сервиса, за счет увеличения покрытия подобных заказчиков уже появляются типовые сервисы по каждым отраслям. Он получает полное реагирование на инциденты и Б, которые у него могут возникать, то есть это по сути простроенный процесс. Он также, ну как я уже говорил, может использовать при наступлении сложных интересных сценариев полностью аналитику СОКа. Ну и если кому-то интересно, я буквально два слайда назад рассказывал, что можно страховать. На самом деле страховать можно гораздо больше. Но решил здесь не делать очередную простыню. Поэтому могу сказать одно. Широкий спектр страхового покрытия, он действительно включает гораздо больше и прописать индивидуально в каждом своем договоре страхования с каждым конкретным случаем можно любые свои активы, которые заказчик считает для себя ценными, критичными и, соответственно, за которые беспокоятся. И самый завершающий портрет заказчика. На этом слайде на самом деле должны были быть саксестория, что удивительно, даже есть заказчики, которые публично разрешили имена, названия упоминать, но по факту было бы неправильно этого делать. для кого? Совершенно верно, я уже сказал, что это малый и средний бизнес. Что важно? Для кого? Те, кто стараются повысить уровень собственной безопасности и конкурентоспособности, не вкладываясь в IT-б инфраструктуру, не раздувая штат, не увеличивая расходы, даже при диверсификации бизнеса. по сути это усредненные затраты на сервис, позволяющие примерно раз 8-10 снизить расходы, если по сравнению с постройкой собственной подобной инфраструктуры. Позволяет сосредоточиться на своем бизнесе, не затрачивая ресурсы на сторонние процессы. И в случае инцидента любой заказчик, ему приятно быть уверенным, что даже если что-то произойдет, вам это полностью возместят. И сегмент бизнеса. Вот по сегмент бизнеса можно сравнить примерно с Access Stories. На самом деле микропредприятие, это я так посмотрел по учебнику, до 50 рабочих мест. Вот до 50, до 100, наверное, самая широкая доля покрытия в рамках существующих заказчиков, существующих проектов по подобному сервису, это наиболее распространенный объем по заказчикам. от 100 до 300, наверное, процентов 20, и крупные предприятия, от 500 рабочих мест и выше. Но самый крупный пример, с которым мы сталкивались буквально за последние несколько месяцев, это было 2000 рабочих машин. Именно рабочих машин, это огромное предприятие, по сути, практически федерального масштаба, пользователей гораздо больше, но реально машин, которые нужно обслуживать, их порядка 1200. По сути своей, я буду рассказывать частично о том, о чем уже упоминалось, поэтому какие-то вещи буду проскакивать, связанные с тем, о чем уже говорили, в частности, Евгений, который про отдельные моменты уже упомянул. Итак, как действительно часто измеряют риски, это тепловые карты, то есть некая двухфакторная оценка, когда мы риск оцениваем по вероятности, хотя более правильно, наверное, все-таки использовать невероятность от частоту реализации риска, и по ущербу. И бывают трехфакторные оценки, когда еще добавляется, например, стоимость реализации защитных мероприятий, или не защитных мероприятий, а какой-либо передачу, ну и снижение и так далее. То есть в этом случае у нас возможно аналогичная схема, только добавляется третья колонка, и мы используем ту же самую пузырьковую диаграмму в обычном Excel, которая позволяет нам визуализировать те риски, с которыми мы имеем дело. Но в любом случае у нас всегда будет возникать вопрос, а кто определил, что у нас ущерб от реализации этого риска единица, или двойка, или тройка, если мы используем трехбальную шкалу, или если пятибальная шкала, то от одного до пяти, а если мы используем фразы катастрофические, средний, незначительный риск, или ущерб, кто определил эти качественные показатели. То есть любая графическая карта к сожалению обладает рядом проблем, которые решаются одним способом, мы должны установить некий единый знаменатель для общения. То есть между теми, кто оценивает риски, между теми, кто смотрит на оценку рисков, причем с разных подразделений. Это и айтишники, и рисковики, и бизнес, и безопасность, в зависимости от того, о каких рисках идет речь. Если это внешняя приглашенная сторона, аутсорсер, который берет на себя соответственно, он должен использовать примерно единый знаменатель с точки зрения определения, что является значимым, что является незначимым для той или иной организации. И вот эта значимость, она, конечно, может быть описана вот таким образом, более-менее становится понятна. В идеале, конечно, она должна описываться, например, в каких-то количественных цифрах, сколько времени простое, допустимо, или наоборот, недопустимо, в зависимости от системы в той или новой организации. Соответственно, более 12 часов это, соответственно, красная зона, допустимо, более 24, желтая, более 48 часов это, соответственно, зеленая зона и, соответственно, риски или ущерб у нас будет катастрофический, опять же, средний и незначительный, который мы можем принять и ничего с ним не делать, если нам тот же самый регулятор разрешает использовать принятие риска. Вот здесь показан реальный пример в одной организации, российской, финансовой, некредитной финансовой организации. Чем мне он нравится? С одной стороны, он тоже использует некую качественную оценку, но с другой стороны, здесь, во-первых, описаны различные варианты негативных последствий, а самое главное, что здесь учтен момент, что в разное время, в течение дня ущерб будет иметь разную картину. В рабочее время для фронт-офиса риски могут быть значительные, а если у меня в той же системе инцидент или угрозы реализовались в нерабочее время, когда клиенты с ней не работают, соответственно, риск может быть незначительный, ущерб можно вообще принять как таковой. Вызовут айтишников, они ночью поработают, вернут систему в предатакованное состояние, с утра она уже будет примерно на том же самом уровне доступности, может быть, с точки зрения бизнеса, операции, там будут свои нюансы, но как минимум айтишная доступность системы будет восстановлена и это тоже влияет на негативные последствия и на их оценку. Поэтому из этого примера мы должны как минимум взять, что с течением времени, даже в течение суток, у меня негативные последствия будут меняться и поэтому использовать классический значительный ущерб, который не меняется в течение недель, месяцев, а то и лет, но это не совсем корректно. В этом случае такого рода тепловые карты превращаются в очередной манускрипт, за который потратили или заплатили огромное количество денег, но в реальной жизни он не применяется. Как и вообще любая качественная оценка, во-первых, зависимость от квалификации эксперта, о чем уже упоминалось, зависимость от доверия к этому эксперту, если безопасник пытается идти к бизнесу и оценивать риски бизнеса в бизнес-терминах и безопасник раньше этого никогда не делал, очевидно, что доверие к нему будет не очень высокое, во многом поэтому активно развивался в свое время бизнес большой четверки, потому что бизнес их понимал и может быть даже в области безопасности большая четверка не была самая-самая лучшая, но за счет своего доверительного отношения со стороны лиц, принимающих решения достаточно неплохо схема работала. Ну и конечно психология восприятия рисков, сегодня про это не упоминались, человеческий мозг так работает, что он, к сожалению, не способен оценивать адекватно риски, с которыми раньше эксперт не сталкивался, он либо будет завышать риски, либо занижать, в зависимости от того, как этот риск преподносится, сталкивался ли кто-то из коллег эксперта с этими рисками, есть ли у нас какая-то адекватная оценка, как у нас преподнесен этот риск, не зря там активно сейчас многие компании, занимающиеся безопасностью, изучают стори-теллинг и своим продавцам впихивают курсы по стори-теллингу, потому что любой риск, который преподнесен красиво, воспринимается гораздо серьезнее, чем тот же самый риск, описанный сухим языком. Хотя, казалось бы, риск не поменялся, ущерб не поменялся, вероятность не поменялась, а оценивать мы будем его по-разному, потому что у нас мозг работает именно так. Это достаточно такая специфичная тема, именно поэтому я задавал Евгению вопрос про средства автоматизации, которые лишены недостатков, связанных с психологией. Они оценивают целиком на математической статистике, ну или на какой-то иной количественной информации, которую можно использовать для оценки риса, потому что матстат тоже не всегда работает, он применяется все-таки к достаточно случайным событиям, что в безопасности бывает далеко не всегда. Как поступать правильно с точки зрения оценки ущерба, мы говорим только про ущерб, хотя примерно та же самая последовательность будет применяться и к оценке вероятности, и затем уже к объединению этих двух параметров в уровне того или иного риска. Но первое, мы должны системы классифицировать. Очевидно, что разные системы имеют разную критичность для бизнеса, и как следствие негативные последствия тоже будут разные. Не бывает риска одного и на всю организацию. И даже, как мы увидели ранее, для разных систем риск меняется в течение суток. Поэтому у нас должна быть проведена нормальная инвентаризация всех активов, и соответственно все наши системы e-mail, АБС, интернет-банкинг, факторинг, электронная почта, веб-сайт и так далее классифицированы с точки зрения критичности для бизнеса, для зарабатывания денег, либо для каких-то иных процессов, которые бизнес для себя определил как критичный. Не безопасник определил как критичный, а это сделал именно бизнес. Потому что мы все-таки говорим о рисках, а не об угрозах, которые считаются схожим подходом, но там за счету именно безопасник играет главную скрипку. Соответственно, затем мы должны определить, какие у нас возможно негативные последствия. Можно ориентироваться на какую-нибудь методику оценки угроз от встек, в которой перечисление такое. Очевидно, что как первое приближение это работает достаточно неплохо и можно даже попробовать углубиться, взять какие-то иные методики, например, как бы инисовские документы, связанные с видами ущерба для обработки персональных данных. То есть различные сценарии обработки персональных данных, кадровое дело производства, дистанционное обучение, предоставление услуг, контроль доступа, скуды, видеонаблюдение и так далее. Для каждого сценария описаны различные негативные последствия, которые затем я уже могу оценивать тем или иным способом. Но как минимум начинать с этого перечня негативных последствий нам помогают существующие методики, кое перечисляют их все и более того, даже если мы возьмем документы регуляторов, будь то встек или там МЧС или центральный банк, у них уже зачастую все эти негативные последствия в их методиках перечислены. Их надо просто оттуда брать, возможно, преломить на свою деятельность, добавить что-то, то, что регулятор не учел и дальше работать. Можно, конечно, попробовать привязаться к негативным последствиям для информации. Есть соответствующие ГОСТы на это. Здесь мы сразу видим, что мы привязываемся не к трем классическим свойствам информации, конфиденциальность, целостность, доступность, а к шести свойствам. А если мы посмотрим на методику оценки угроз в стэк, то там 7 свойств информации мы должны учитывать и угроза для них, а для фейсбешной методики 8 свойств. Но суть от этого не меняется. В зависимости от того, какие свойства для конкретной системы или бизнес-процесса, или проекта, или приложения важны, у нас, соответственно, негативные последствия также будут иметь немного разное ранжирование. И здесь нам не получается иметь единого набора негативных последствий. То есть они для каждых систем, для разных систем будут разные, соответственно, без автоматизации, даже в Excel. Эту задачу, к сожалению, нормально решить невозможно. GRC это тоже хорошо, но, к сожалению, большинство достаточно неплохих GRC, они зарубежные, в России уже скорее всего не поставляются. Возможно, через какое-то время ситуация изменится, но пока вряд ли их можно здесь купить и если ситуация будет ухудшаться, то, скорее всего, их купить уже будет официально невозможно. Соответственно, дальше мы начинаем считать. И вот здесь сразу возникают вопросы, есть ли методика, которая бы позволила нам с одной стороны посчитать правильно, а с другой стороны, чтобы регулятор, к сожалению, забывать про него нельзя, требования по оценке ущерба есть и у FSTEC, и у Центрального банка, и у Минэнерго того же самого, и у МЧС и так далее, мы не должны забывать про эти требования. Но, к счастью, есть методика, единая методика, которая была утверждена в 2004 году и Минздравом, и Минцифрой, и Минобором, и МЧС, и множеством других регуляторов, которая, может быть, сама по себе не очень хорошо натягивается на кибербес, хотя она, в том числе, говорит и про техногенные катастрофы, и чрезвычайные ситуации, но она дает определенную точку отсчета, которая позволяет нам понять, почему тот же самый FSTEC в 127-м постановлении правительства о категорировании объектов Ки использовал такие подходы, а не иные. На самом деле, все растет именно из этой единой методики, которая определяет, во-первых, что ущерб принимает совершенно разные формы, попытка вогнать все в рубль, или там в доллар, или в евро, или в юань, они обречены на неудачу, потому что существует огромное количество негативных последствий, которые сложно перевести в деньги. В принципе, наверное, можно все перевести в деньги, но иногда это просто нецелесообразно. Во-вторых, мы видим здесь, что ущерб, в зависимости от того, какая система, может иметь разное преломление. В одном случае, да, это потеря денег, и, наверное, для финансовой организации это будет в первую очередь происходить, но если эта финансовая организация, например, обслуживает предприятие гособоронзаказа, то там ущерб будет уже не только финансовый, но и связанный с ущербом национальной безопасности. Если мы бы говорили о не финансовых организациях, а, например, какой-то медицинской структуре, то там у нас в основном будет ущерб жизни и здоровья людей, ну и так далее. То есть ущерб имеет совершенно разную форму своей реализации, не надо пытаться все свести к рублю, хотя это было бы и неплохо, но даже в финансовой организации далеко не все как бы оценивается именно рублем. Иногда просто зафиксировать факт утечки там 20% клиентской базы уже достаточно для того, чтобы считать этот риск там катастрофическим или неприемлемым и закладываться на него при реализации своих защитных мероприятий. Или то же самое, там время простое. Да, время простое у нас всегда можно транслировать в деньги, но иногда проще там с лицами, принимающими решение сказать, что вот простая система составит 12 часов. Они скажут, да, мы считаем, что это недопустимо. Или скажут, да, это укладывается в наш риск-аппетит и считать деньги уже совершенно не нужно в этом случае, если как бы лица, которые отвечают за этот риск, за эту систему, за этот актив принимают этот риск на себя. Зачем тогда тратить время, усилия на то, чтобы посчитать в деньгах то, что и так будет приниматься по факту. И если у нас нет рисков, нет негативных последствий, которые принимают какую-то материальную форму, но в финансовых организациях практически нет, хотя там опять же бывают исключения, но достаточно редко, то в массе своей мы будем говорить про ущерб экономический. но и экономический ущерб тоже может быть в разных формах. Он может быть вычислен в рублях, он может быть вычислен в количестве операций, он может быть вычислен в количестве потерянной доли рынка, он может быть вычислен в количестве клиентов, пострадавших от неоказания им услуг, ну и так далее. То есть далеко не всегда экономически означает финансовый ущерб, о чем мы тоже должны помнить. Ну и при определении экономического вот этого ущерба, также обратите внимание, что оцениваем мы его за определенный интервал времени и базой принимается один год. Собственно, когда многие там считали 127 постановление правительства по категорированию объектов Киева, у многих возникал вопрос, почему там считается за год. Вот на самом деле оно отсюда именно растет, потому что это считается базой для всех, отчет года. На самом деле это не значит, что это некая догма, там где это четко не указано регуляторикой, потому что у меня длительность инцидента, она может меняться в зависимости от того, какую систему у меня атаковал зломышленник, либо не санкционирована, но без злого умысла произошло какое-то нарушение работы системы и наступили негативные последствия. То есть если мы посмотрим на эту картинку, то мы увидим, что для айтишных систем зачастую этот ущерб может измеряться часами, либо днями. Очень редко, когда последствия у нас длятся больше, чем недели или две недели. Бывают исключения, но они только подтверждают правила. А если бы мы, например, работали в промышленности, где были системы управления технологическими процессами, там ущерб может измеряться годами. А там в атомной электроэнергетике ущерб может измеряться десятилетиями вплоть до 100 лет. Например, если в результате киберинцидента произошел выброс радиационных веществ, и соответственно область будет заражена, и эти последствия мы будем считать на протяжении 100 лет. И соответственно здесь сразу у нас возникает вопрос, что с одной стороны мы считаем текущие потери, которые мы сейчас уже зафиксировали. Есть прогнозируемые потери, которые мы сейчас точно оценить не можем, но используя различные методы, тот же самый метод Монте-Карло, мы можем смоделировать, какой наиболее вероятный ущерб будет при определенном количестве сценариев. Для метода Монте-Карло там 10 тысяч сценариев отрабатываются, и дальше строится равномерное распределение по наиболее вероятным сценариям с указанием их ущерба, ну и в том числе рисков, потому что может быть ущерба никакого и не быть. Мы можем на этом заработать. Казалось бы, парадоксальный факт, что мы на инциденте можем заработать, но на самом деле реальность подсказывает, что так бывает. Например, там несколько лет назад у компании МТС, даже лет 15 назад, у компании МТС произошла утечка ее абонентской базы. Ну и вроде как утечка персональных данных для любой компании это некий репутационный ущерб, и в том числе потери денег. А компания МТС спустя два месяца заявила о том, что они заработали на этом, потому что у них количество абонентов выросло после этой утечки. То есть они на утечке заработали. То есть как бы парадокс, но вот как раз сценарный анализ по методу Монте-Карло подскажет нам, что возможны и такие варианты развития событий. Правда, они не самые популярные будут, их вероятность будет на уровне 1,5-4%, но их тоже можно брать во внимание при выстраивании своей стратегии управления рисками. И конечно же, как я уже сказал, в зависимости от того, для какой системы мы будем оценивать негативные последствия, их длительность будет зависеть. Если бы атаковали принтер, на котором печатают какие-то важные документы, у него за часы ущерб может быть реализован, и потом он сводится к нулю. То есть потом мы систему переустановили, даже перетащили принтер с другого этажа, подключили к инфраструктуре, все, он заработал без особых проблем. А если это какая-нибудь сталилитейная домна, или тем более атомная электростанция, да, там будут годы, либо десятилетия. Мы будем оценивать последствия ущерба. Поэтому вот эта картинка, она с одной стороны достаточно простая, но с другой стороны, в зависимости от конкретной системы, которую мы классифицировали на первом этапе, ущерб, его длительность будет совершенно разная. И это мы должны принимать в расчет. И еще один важный момент в этой картинке, то что ущерб мы считаем не с красной звездочки, когда инцидент произошел, а с момента, когда у нас, например, была последняя репликация, либо последний бэкап. Потому что если у меня бэкап делался месяц назад, то я должен там либо в автоматическом, либо в ручном режиме этот бэкап восстановить. Или все данные, которые за этот месяц собирались, там накапливались, я их должен откуда-то взять. И это затраты будут, которые мы должны будем внести в общую сумму потерь, там как временных, так и собственно финансовых, поскольку люди будут вовлечены в это, эти люди будут отвлечены от основной работы, а им платят зарплату в этот момент, а они еще не зарабатывают деньги для компании. Потому что они бы могли, собственно, приносить какую-то прибыль, ну и так далее. То есть картинка у нас вот этого расчета ущерба будет вот начиная где-то с желтой звездочки и заканчивая зеленой. Причем зеленая это восстановление не IT-системы в предатакованное состояние, а восстановление бизнес-поведения пользователей. Потому что опять же, вот вспомните себя, вы зашли на интернет-банк или интернет-магазин, он не работает. Вы перезагрузили браузер, он опять не работает. Вы вряд ли через там 3 минут опять туда зайдете, вы скорее всего зайдете через несколько часов, а если это было вечером, то на утро. А может быть уже и не зайдете, если это был, например, интернет-магазин. То есть в зависимости от операции тоже картинка будет меняться. То есть если это интернет-магазин и вам товар был нужен вот сейчас, вы его уже можете и не купить. У вас, вы передумали, у вас изменилось настроение и так далее. Если вам нужно оплатить услуги ЖКХ, вы это сделаете с утра. А может быть воспользуетесь другим банком и, соответственно, тот банк, который пострадал, потерял деньги, тот процент, который бы он взимал с вас за проведение этой операции. То есть вот временной параметр здесь очень важен. Одно дело восстановить IT-систему, другое дело вернуться к привычному бизнес-поведению пользователей, среднестатистического. Потому что пользователи тоже здесь будут у нас меняться. И дальше, когда мы, собственно, начинаем оценивать ущерб, очевидно, что он бывает прямой, бывает косвенный. И вот этот косвенный ущерб, поскольку он может быть разбросан по времени, мы должны будем добавлять сюда, скорее всего, ставку дисконтирования. Потому что цена денег, она меняется с течением времени, она включает в себя инфляцию, ставку рефинансирования, ЦБ и многие другие параметры. И поэтому то, что сегодня можно купить за 100 рублей, через год уже совершенно другой объем товара, того же самого можно купить. Либо меньше, либо больше. Тут оно в одну, либо в другую сторону играет, но обычно меньше. А вот, соответственно, ставка дисконтирования, она будет играть роль для длительных инцидентов. Для многих, там, большинства инцидентов области ИБ, она будет, там, приравненной, грубо говоря, единице и влиять сильно не будет. Хотя для каких-то иных систем ее, конечно же, учитывать необходимо. Ну и дальше, соответственно, перед нами возникает вопрос, как нам посчитать вот этот прямой ущерб и косвенный ущерб. Здесь необходимо проводить декомпозицию. То есть декомпозиция один из ключевых элементов в деятельности по оценке рисков или оценке угроз и так далее. Значит, что мы здесь делаем? Ну, можно посчитать прошлые инциденты и саппроксимировать их на будущие периоды. Соответственно, прошлые инциденты мы считаем достаточно просто, потому что они уже произошли. Если мы занимались своим делом, то мы посчитали время, которое мы потратили на расследование инцидента, на восстановление системы в предатакованное состояние. То есть мы знаем, сколько людей у нас было вовлечено в процесс. Мы знаем, какова их была зарплата. Мы знаем, сколько мы потратили на привлечение внешних аутсорсинговых компаний, которые предлагали услуги расследования инцидентов и так далее. Мы знаем, сколько мы потратили на страхование либо на возмещение тех же самых денег. Сколько у нас было зарезервировано капитала на реализацию этого инцидента, что потом пошло на возмещение ущерба в сторону клиентов. Если этот инцидент был значимый и регулятор решил нас наказать, мы знаем, сколько мы потратили на штрафы или на досудебное урегулирование проблемы с пострадавшими лицами. Ну и, конечно, не забываем про потенциальные сбережения. Они здесь тоже, очевидно, есть. Например, электричество сэкономили, когда у меня простой сервака идет. Или интернет сэкономили, когда у меня шифровальщик повалил всю инфраструктуру на несколько дней. У меня, соответственно, пользователи в интернете не сидят, не работают. Мы экономим. Если у меня лимитированный тариф. Если он безлимитный, здесь никакой экономии, конечно, не будет. Для Москвы, наверное, это не столь актуально, а для какого-нибудь там Норильска или иных удаленных регионов, где до сих пор интернет слабенький, это может быть достаточно важно. Ну и также вот эти параметры связаны с численностью, с зарплатой, с стоимостью замены оборудования, либо повторного ввода информации. Опять же, все это считается легко. Такое единственное, что безопасник, скорее всего, сходу посчитать не сможет, это объем продаж, выполненных или выполняемых ранее с помощью атакованного узла, сегмента или системы. То есть за это информация надо идти к бизнесу. Но если мы говорим об оценке ущерба, нам все равно придется идти к бизнесу. Поэтому, с одной стороны, это нетипичный запрос. С другой стороны, если мы выходим на оценку ущерба, нам уйти от этого не удастся. Вот, какие еще потери несет бизнес? Если мы задумаемся, вот именно с точки зрения владельца бизнеса, то, конечно же, это потери интеллектуальной собственности, это юридические потери, связанные там штрафы до судебного регулирования. Потери собственности, условно собственности, там курс акции упал, перехват управления, вывод из строя системы, нам придется ее возвращать в предатакованное состояние. Репутационные потери, они тоже считаются, кстати, достаточно легко. Есть и специальные методики оценки Гудвилла, есть простые методики, когда мы смотрим, что у нас в результате инцидента, например, изменилась клиентская база, количество клиентов стало меньше. Мы делаем небольшой, используя законы социологии, опрос тех клиентов, которые от нас ушли. И если там 3% из них скажут, мы ушли из-за того, что вы там не соблюдали мою приватность и у вас утекли мои данные, мы можем сказать, что 3% бизнеса мы потеряли именно из-за инцидента информационной безопасности. Умножаем это на средний чек клиента, а мы всегда знаем среднюю стоимость клиента для компании. И вот мы можем посчитать уже ущерб, финансовый ущерб от инцидента, связанного с репутацией. Хотя на первый взгляд мы думали, что репутацию посчитать нормально невозможно. Вот, конечно же, всякие административные затраты, особенно связанные на взаимодействие с клиентами, регуляторами и так далее. Казалось бы, здесь как считать? Тоже все просто. Если мы берем худший сценарий, что каждому клиенту я должен сообщить об инциденте с его данными, например, если мы говорим об утечке перс-данных или банковской тайны и так далее, то мы должны будем доказать тому же самому русскому надзору, что мы до клиента достучались. Как это можно сделать? Когда у меня заказное с уведомлением? Стоимость заказного с уведомлением у нас известна. Причем ее даже можно брать не для каждого клиента в отдельности, живущего в Владивостоке и в Москве, а усреднить. По-моему, если мне память не изменяет, средняя стоимость отправки заказного с уведомлением на почте России 1 доллар. Плюс-минус, она там не сильно меняется от отправки внутри Москвы или в тот же самый на Дальний Восток. 1 доллар умножаем на количество клиентов, вот, соответственно, затраты на взаимодействие с клиентами. Если, конечно, мы будем с ними взаимодействовать, это же тоже вопрос, который мы должны решить, невзирая на то, что нам говорит регулятор. Регулятор говорит, что мы обязаны по закону взаимодействовать и сообщить клиенту. А мы можем посчитать, что это слишком дорого, нецелесообразно и заложить это в свои затраты. Если регулятор оштрафует нас на 10 тысяч рублей, то это все равно выгоднее, чем заплатить 10 тысяч долларов на взаимодействие с 10 тысячами клиентов, чьи персональные данные утекли. Как считать эти потери? Многие из них, казалось бы, на первый взгляд посчитать сложно. Например, ущерб жизни и здоровью или ущерб экологический и так далее. Но опять же, это потому, что безопасники это делают далеко не всегда или практически никогда, а методики есть. Здесь, к сожалению, со шрифтами какая-то проблема на компьютере. Есть методика встековская по критериям экономической значимости. Есть методика Минздрава для оценки ущерба вреда жизни и здоровья людей, а также ущербы бюджету Российской Федерации, воздействия на окружающую среду. Есть методика Минэнерго, которая тоже оценивает ущерб для экологии. И есть методика для субъектов Киев в сфере связи, которая оценивает, например, ущерб от непредоставления услуги на определенное количество часов, как это транслируется в деньги, либо в иные какие-то показатели. То есть все эти методики, они есть, их надо просто взять, они опубликованы в интернете, по названию вы их легко найдете, большого труда не составляет. Я вчера, когда презентацию делал, нашел их за 5 минут. То есть все, они как бы готовы, ими можно воспользоваться. Там все формулы есть, исходные данные для расчета указаны. Их надо просто применить, опираясь на те данные, которые есть в конкретной организации. Но здесь возникает вопрос, как эти данные взять у бизнеса, но это уже отдельная тема. Косвенный ущерб у нас тоже присутствует. Он считается по различным срезам. Продуктивность. Очевидно, что в результате работы шифровальщика или в результате дидоса атаки продуктивность снижается. Реагирование. Очевидные затраты как на само реагирование, так и на пиар. Активность. Работа со СМИ. Погулять журналистов, чтобы они не писали плохо о нашей компании. Все же очевидно, как бы, опять же считается за счет декомпозиции. Мы это можем прикинуть, то, что потратили раньше. И то, что, возможно, мы будем тратить в будущем, если такого рода инциденты повторятся. Замена. Как замена оборудования, так и замена информации. С точки зрения замены оборудования считается, опять же, легко. Стоимость оборудования, срок амортизации. И вот мы уже можем это посчитать. Или замена ввода информации, знаем количество людей, которые вводят эту информацию, количество времени, которое им понадобится. Перемножаем зарплату на количество на время, получаем затраты, которые понадобятся на повторный ввод информации. Все это будет подгружаться в общую копилочку, которая затем суммируется. И на выходе мы будем получать финансовый ущерб от реализации инцидента. И, очевидно, вот это последний этап в этом четырехшаговом алгоритме. У нас этот ущерб попадает в какую-то группу, диапазон некий. Очевидно, что далеко не каждый ущерб значим для организации. И для каждой организации вот эта градация, там, трехуровневая, пяти, четырехуровневая, она будет своя. Но это некий риск аппетит. Соответственно, мы должны это учитывать и помнить, что в идеале это будет все в рублях. Но бывает так, что рублем это не посчитать, тогда нам придется считать в других срезах. Снижение продуктивности, прерывание бизнес-операций, потеря доли рынка. И также у меня будут, это примерные градации. Очевидно, что в зависимости от организации может поменяться. Там для какого-нибудь банка утечка данных, там, 100 тысяч заказчиков, это вся его клиентская база. А там, например, для Сбербанка, у которого там десятки миллионов клиентов, 100 тысяч, это, возможно, попадет из правой катастрофических последствий, там, в левую. Ну, возможно, в незначительный ущерб. Ну, опять же, в каждой организации этот риск аппетит будет свой. Он определяется непосредственно владельцами той или иной системы, сервиса или риска, в зависимости от того, о чем мы говорим. Вот. Ну и еще один пример, тоже очень неплохой ГОСТ, он хотя уже и выведен из действия, 13569, именно для финансовых организаций. В нем также постулируется мысль, что финансовый ущерб это хорошо, но если мы не можем посчитать в финансах, не надо на этом зацикливаться. Есть еще репутационный ущерб, правовой ущерб, организационный, стратегический и ущерб для безопасности. И даны варианты этих градаций и примеры этих ущербов для того, чтобы использовать в своей организации. Если там у нас фантазии, например, плохо, можно воспользоваться некими лучшими практиками, которые уже используются финансовыми организациями по всему миру. Ну и то, о чем говорил Евгений, это уже такой отчасти высший пилотаж, потому что все, что до этого говорилось, это скорее оценка того, что было раньше, и попытка преломить это на то, что может произойти в будущем. То есть это то, что на западе называется метод ОЛЕ, annual loss expectancy, когда мы оцениваем будущие потери, опираясь на то, что было раньше. А метод Монте-Карло, который сегодня представлен не только в рамках GRC систем, но и в виде калькуляторов, которые можно найти в интернете. Например, на сайте НИСТа выложен калькулятор для оценки ущерба и вероятности, в том числе, инцидентов, связанных с приватностью или персональными данными. Он моделирует до 10 тысяч различных сценариев и затем показывает мне распределение вероятности реализации этих сценариев и ущерба от реализации этих сценариев. И то же самое есть у OpenFair, у OpenGroup, соответственно, организации, которая предложила модификацию метода FAIR, факторного анализа рисков, о котором говорил Евгений, реализовав соответствующую свою методику под названием OpenFair. И у них есть калькулятор, который можно скачать с сайта, то есть это Excel полноценная, куда вы вносите свои данные. Дальше он также вам по методу Монте-Карло выстраивает распределение размеров вероятных ущербов. И вы, собственно, исходя из своего риска аппетита, смотрите то, что для вас будет наиболее вероятно, то, что менее вероятно, а где инцидент приведет еще и к вашим заработкам, а не только к потерям. Поскольку метод Монте-Карло позволяет и это оценивать. Ну и в заключении последний момент по поводу стоимости информации. Потому что, я думаю, мы все помним классическую аксиому, что безопасность не должна быть дороже защищаемой информации. Но когда мы сами себе задаем вопрос, а как посчитать стоимость информации, мы приходим в тупик. На самом деле здесь никакого тупика нет. Есть куча методик оценки стоимости информации, когда мы рассматриваем информацию именно как нематериальный актив. То есть то, что приносит нам деньги компания. Это ноу-хау различные, коммерческая тайна, лицензии и так далее. И, соответственно, здесь с одной стороны методик полно, с другой стороны то, что их полно и ломает всю малину. Потому что, во-первых, один и тот же информационный актив имеет в разные моменты времени разную стоимость. То есть на этапе создания, на этапе пика развития компании, на этапе банкротства, одна и та же база клиентов или какой-то алгоритм зарабатывания денег будет иметь разную стоимость. Хотя при этом алгоритм или база не поменялись от слова совсем. И это уже сильно мешает. Это раз, то есть прийти к некому единому знаменателю. А второе, то что оценивать эту стоимость тоже можно по-разному. То есть есть метод доходный, есть расходный, есть рыночный. И все это приводит к тому, что, к сожалению, вот этого единого знаменателя нет. Бизнес еще не научился, если это не бизнес, который связан с интеллектуальной собственностью, оценивать стоимость информации вот именно таким образом. Поэтому он, как правило, безопасникам, которые приносят ему такого рода расчеты, говорит, отвали, нельзя посчитать стоимость информации. И безопаснику приходится утираться, но отчасти, может быть, это и неплохо. Потому что есть более простые способы оценки ущерба, чем заниматься оценкой стоимости информации, когда бизнес к этому не готов. А самое главное, что еще и налоговая к этому тоже не готова. Она не любит расчетов нематериальных активов, считая, что это метод ухода от налогов и снижения налогооблагаемой базы. Поэтому к таким компаниям более пристально относятся. А бизнес не любит более пристального отношения к себе со стороны налоговой. Поэтому да, такие методы есть. Есть компании, которые иногда эти методы используют. И страховые бы были рады, если бы эти методы использовались, но, увы, они не применяются. Потому что разная оценка стоимости у страховой и у владельца информации. И в итоге это приводит к тому, что стоимость информации у нас пока на практике применяется мало где. В итоге, в качестве заключения, что бы мне хотелось сказать. Без понимания ущерба реализации рисков или угроз кибербизнесом заниматься эффективно невозможно. Даже если мы это делаем на неком качественном уровне, мы должны четко обосновывать все градации. Вот это риск 1, 2, 3 или высокий, средний, низкий. Для того, чтобы иметь единый знаменатель для общения. Ущерб не обязательно должен быть финансовым. Возможно и другие измерения, не только рублем или долларом и так далее. И декомпозиция позволяет нам достаточно неплохо достигнуть определенного уровня, когда мы получим значимые цифры, с которыми можем прийти к бизнесу. И рассказать бизнесу, из чего складывались те оценки, с которыми мы к нему пришли. И тогда бизнес начнет доверять гораздо больше, и соответственно отношение к безопасности у нас поменяется. Все, коллеги.